Во Владивостокском цирке прошла грандиозная премьера программы «Тигры на земле и воздухе» при участии лучших цирковых артистов России. Зрители ждали веселые клоуны, воздушные гимнасты, эквилибристы и, конечно же, дрессированные лошади и попугаи. Номер придумывался очень долго, но хотелось, знаете, что-то такое сделать необычное. То есть не просто, чтобы это были номера какие-то с птичками, а хотелось именно показать, что у них есть интеллект. Вот, допустим, когда они там складывают пирамидку или потом другой проказник, он разбрасывает эти колечки. Вот эти трюки очень зрелищные. Велосипед, самокат, вроде бы опять же птичка, но настолько животное такое, что он умудряется даже ездить на велосипеде, на самокате. Причем, он, видели вы, наверное, он сам подходит, сам садится, сам едет. Никого не оставило равнодушным колесо смелости. Зрительный зал с замиранием сердца наблюдал, как акробаты на большой высоте прыгают на скакалке и с закрытыми глазами выполняют трюки. И еще один опасный номер был у эквилибриста, который стоял на неустойчивых предметах и выполнял различные элементы. Есть ряд уникальных номеров, допустим, которые вы видели. Это колесо смелости, где ребята работают без страховки, да, на большой высоте. Владимир Иванов, Штейн-Тропе на катушках, который работает, такой номер, в принципе, единственный в России, ну, может, даже не побоюсь, если не в мире. Также под куполом цирка выполняются и чувственные выступления. У нас есть обрывной трюк, когда мы поднимаемся, получается, я, у меня рука не в страховке, она просто держит ремни собственным хватом, мы поднимаемся под самый купол, у нас там идет крутка, и потом в какой-то момент он меня цепляет, и я обрываюсь к нему в ноги, то есть это полностью идет без страховки. Страховка просто невозможна, там не предусмотрена на ремнях, вот, и мы каждый раз выходим очень сосредоточены. Главным представлением программы стали тигры. Жители уже видели различные трюки на земле, но увидеть тигра в воздухе – настоящая удача. Завораживающий номер Ярослава Запашного вместе с Тигром Громом выполняется на Большом Глобусе. В цирке вообще не бывает легких жанров, они все тяжелые. Допустим, этот аттракцион, именно эта группа животных готовилась более пяти лет, ее мы готовили еще с моим отцом, с народным артистом России, Мстиславом Запашным. Аттракцион уникальный, аттракцион темповой, если вы заметили, все тигры настоящие, нету ручных. Но есть, конечно, и милые, и добрые, там, допустим, как Тигр Гром, да, с которым я поднимался на шаре, потому что он у нас, в принципе, появился ручным. Его нам подарили из-за парка, и он был ручным и контактным. Поэтому было проще именно научить его исполнять этот уникальный трюк, подъем на Глобусе. Все остальные тигры, они дикие, настоящие, все рожденные у нас здесь, в цирке. Программа в день премьеры собрала полный зал. Мы пообщались с первыми зрителями и узнали, что больше всего их впечатлило. Впечатлений масса, очень нам понравилось. Мы не только с детьми, со своими, мы также с родителями, которые к нам сдалека прилетели. Пришли посмотреть, все понравилось. Больше всего, конечно, понравились вот это «Колеса смерти», вот, и был принц вышел. И то слово, я думаю, сейчас он еще сальто хочет сделать. Просто дух захватывало. Причем и когда выступал на балансе, вот на этих цилиндрах, там тоже. Ну, представление хорошее. Мне очень понравились, понравилось представление. Больше всего понравились акробаты. По словам Ярослава Запашного, в такие большие города, как Владивосток, привозят самые лучшие номера. Однако зрителей ждет эксклюзивный аттракцион. Мы стараемся в каждом городе делать какие-то премьеры. И буквально, может быть, через неделю, а может быть, через две, у нас также планируется выпуск нового еще аттракциона, масштабного, крупного. Вот, секрет не буду раскрывать какого, я думаю, что зрители придут и увидят. Отметим, посетить удивительное представление жителей и гостей Владивостока смогут до 14 апреля. Олег Завьялов, Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом. АПЛОДИСМЕНТЫ